Все андроиды в мире Дикого Запада Все сделано с расчетом на то, чтобы обмануть гостя. Они должны выглядеть и казаться как можно реальнее. Мы хотели увидеть, как будут выглядеть андроиды, если все это убрать. Когда им не надо никого обманывать, когда они могут просто быть квинтэссенцией самих себя, то есть роботами, но роботами, воплощенными в биологическом материале. Я взял то, что у них было в прошлом году, то есть создание андроидов из белой мышечной ткани, и сказал, все должно быть основано на этом, это их основная модель без покрытия. Им не нужно покрытия, не нужны глаза, потому что они дроны. Если убрать глаза, убрать уши, если взять человеческую форму и избавиться от несущественного, получится нечто, достаточно похожее на нас, чтобы начать приписывать ему свободу воли, но вы ищете у него душу, и ее нет. Что это, черт возьми? Дронхосты — это не столько спецэффекты, сколько потрясающе сделанные костюмы. Для дронхостов мы создали большие костюмы из спинолатекса. Мы не хотели, чтобы наши актеры притворялись, будто взаимодействуют с кем-то. Мы хотели реальности. Чтобы создание существа, почти не приукрашенное нашей командой по спецэффектам, производило сильное впечатление. Это сложная задача. Это был долгий процесс. И мне ужасно интересно, что получилось на экране. Нужно было надеть этот костюм на актера. Алекс ростом 193, а талия у него 68 сантиметров. И нам приходится затягивать его в корсет, чтобы сделать ее еще уже. Как ты красиво двигаешься. Спасибо. Большое удовольствие работать с отличными актерами, игравшими наших дронхостов. Они сами как произведения искусства. Это высокие, физически развитые артисты. Один из них на самом деле танцовщик балета. Вы никогда не видели ничего более странного и впечатляющего, чем дронхост, который делает Робеск. Эти костюмы нелегко носить. Как будто тебя запечатали в полиэтиленовый пакет, я бы сказала. Это была серьезная физическая нагрузка. Знаете, я однажды разглядывал съемочную площадку, смотрел, как везде разгуливают дронхосты. И просто разглядывал павильон. Потрясающее зрелище. Смотрю кругом и думаю... Черт, да у нас тут настоящая научная фантастика без дураков. У них уникальная внешность. Я думаю, никто такого еще не видел. Это правда был классный проект. Они блестяще справились с ним. Это будет новый уровень крутизны. Это воплощение кошмаров. Мир Дикого Запада. Второй сезон. В Амедиатеке и на телеканале Амедиа Премиум. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова